Футбольный клуб «Луч Энергия» отыграл свой перенесенный домашний матч с московским «Динамо». Игра прошла на поле соперника в «Химках» и отметилась двумя голами в ворота приморцев. Сначала мяч залетел «Тиграм» со стандарта, а затем и вовсе в дополнительное время с пенальти. Ответить «Луч» лидеру чемпионата, увы, ничем не смог. Сегодняшняя игра – отражение того, что происходит с командой в последнее время. Мы не до конца восстановились после игры с «Енисеем», где мы выложились полностью. Считаю, «Динамо» заслуженно победила. Конечно, хотелось бы такого соперника принимать дома. Во Владивостоке все ждали этот матч. Как-никак, игра с лидером. Напомню, что на стадионе «Динамо» во Владивостоке по-прежнему не работает подогрев газона из-за того, что «Луч» имеет огромные долги за теплоснабжение перед компанией ДГК. Кроме этого, на «Желто-синих» задолженность за аренду спорткомплекса. Поэтому работники клуба даже не имеют возможности произвести на поле необходимые работы по посеву газонной травы, чтобы начать его готовить к игре с «Зенитом-2». Поэтому остается неизвестным, где пройдет следующая домашняя игра приморской команды. Восточно-экономический форум в 2017 году отметится крупными соревнованиями дзюдоистов. Владимир Путин поручил правительству включить турнир по дзюдо на призы президента всей японской федерации этого вида спорта «Ясухиро Ямаситы» в культурную программу WEF. «Это большая честь для меня. Данный кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы». Стоит отметить, что турнир будет приурочен к 100-летнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел во Владивостоке в 1917 году. Напомню, что Третий Восточно-экономический форум запланирован на 6 и 7 сентября. Одной из составляющих мероприятия станет привлечение внимания к молодежному движению и спорту. Гоночные соревнования Ice Master Rally прошли в Хабаровске. Впервые за долгие годы Дальневосточная столица принимала у себя самых разноплановых любителей ралли. Поучаствовать в зимних заездах решилось 20 экипажей со всего округа. Спортсмены должны были пройти трассу общей протяженностью 160 километров. Весь маршрут был поделен на три секции, в каждой из которых было 4 спецучастка, на которых водители должны были показать максимальную скорость. По ходу заездов многие спортсмены столкнулись с техническими неполадками. Кого-то подвел двигатель, а кто-то неслабо повредил корпус машины. Самыми целыми и быстрыми на финише оказались приморские спортсмены. Тройку лидеров разделили гонщики из Владивостока. Первое место занял Алексей Украинец на Субару Импрезе, вторая строчка у Сергея Тимофеева на Митсубиси Ланцер, и бронза досталась Алексею Бучкову также на Импрезе. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.